благодаря сеансу связи с МКС и первым в мире киноэкипажем. Как нас слышно? Конечно, видно. А еще сразу в глаза бросаются непривычные для МКС детали. То в кадр вплывет кинокамера, то хлопушка с названием фильма «Вызов». Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко здесь ради съемок. Но как они встретили свой личный вызов космического полета? Рада вас. Знаете, Дмитрий Олегович, по-моему, отлично. Осваиваемся, уже начали снимать. У тебя хорошо. Мне отдали командирскую каюту. Я тут гримируюсь. У меня по всей каюте расклеен, в том числе, грим наш киношный. В иллюминаторе, как в песне, земля. Но грустить по ней некогда. Кино само себя не снимет. О нем и очередной земной вопрос. Расскажите, в съемочный график не вошли. Мы, собственно, готовились к сегодняшнему дню. Мы практически в графике, в котором планировали. Она оценивает командир экипажа и, в первую очередь, с профессионально-космической точки зрения. Ну, во-первых, говорит это о профессиональном отборе, который произвел ЦПК, МВП. То есть, были, конечно, небольшие дискомфорты первые сутки. Вот на вторые практически уже не чувствуется. На второй же день уже начали съемки. Хотя первые кадры были сняты еще в корабле после выведения, как мы и договаривались. Ну, Ирися, там, перед самой стыковкой пришлось прекратить съемки. А так ребята адаптируются, учатся, готовят себя есть, кушать. Все идет по плану, все как планировалось. Как говорится, не беспокойтесь, я думаю, все получится. В голосе Антона Шкаплерова, пусть и искаженным помехами дальней связи, звучит голосами. В каких-то сценах мы будем оставлять этот прекрасный эффект, которого невозможно добиться, снимая невесомость на земле. Так что мы пользуемся им, чтобы зритель видел, что происходит с волосами женщины, которые находятся в невесомости. А в каких-то сценах, конечно же, Юля будет их прибирать в хвостик. Но даже в хвостике, конечно, видно, что волосы в невесомости. Поэтому это, конечно, очень зрелищно выглядит. Будем эту зрелищность оставлять и подчеркивать, где надо. Я думаю, что сейчас многие стелить на земле в условиях гравитации, но выглядит, конечно, это своеобразно. Скажу так, я первый раз такое вижу.